вот такой перфоратор bosch hammer модель pbh цифры не видно диагноз не реагирует на включение сейчас нужно разобрать и посмотреть в чем проблема начиная откручены все винты можно открывать крышку тут в общем то все в приличном состоянии не видно что подогревший в этом случае визуально подогревшего электродвигателя не видно сейчас нужно прозвонить кабель посмотреть все ли нормально с кабелем с кнопкой ну и потом уже щетки электродвигатель начнем с кабеля провод коричневый и зеленый проверяем сначала коричневый с проводом 1 нормальный с проводом все в порядке теперь нужно определиться с кнопкой сейчас я разберусь куда должны попадать питание от кнопки и нужно прозвонить кнопку значит смотрите получается что вот сюда приходит питание здесь вот с этой части идет на кнопку внутрь на систему управления через стилистер а это напрямую вот от зеленого тут соединяется с белым напрямую идет на сюда на двигатель и смотрите с проводом все в порядке потом выходит с другой стороны электродвигателя тоже все в порядке двигатель звонится и возвращается вот сюда на клеммную коробку но начал проверять и увидел что оборван провод на клемме которая идет к щетке обратите внимание сейчас покажу вам просто от вибрации со временем покажу от вибрации вот здесь вот она это такой зажимной разъем просто крема которая вытаскивается и она отломалась на перегибе здесь он в так под 90 градусов он хотел перегиба 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 и вот с этой стороны 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 вот с этой стороны отломалась. сейчас нужно или подпаять или как-то восстановить этот контакт думаю что я подпаяюсь к контакту и думаю что на этом закончится ремонт болгарки оказалось но он как-то не телепался вроде бы прилепленный был но но уже контакта не было отгорел поэтому сразу было не видно на этом скорее всего сейчас включаю тогда большой паяльник у меня есть такой 60 ваттный для того чтобы подпаивать большой площади контактную площадку и буду подпаивать паяльник разогрелся подогнул контакт чтобы можно было подпаять сначала нужно залудить контакт медный поэтому не думаю что будут проблемы залудилась хорошо так теперь нужно залудить эту часть причем ее нужно залудить аккуратно чтобы середину туда не заполз припой чтобы было наверняка возьму есть такая паяльная паста активная немножко смажу этот процесс был быстрее деталь маленькая возьмем немножко припоя вот еще как мы заводилась хорошо осталось только припаять будет немного неудобно потому что через не напрямую будет пропаиваться через толстую деталь все равно я думаю что с большим паяльником это не проблема думаю что он прогреет и пропаяет собственно на этом все в этом и заключается ремонт в том чтобы теперь уже был контакт там где его нет припаялась сейчас я вставляю так и попробую включить включу розетку придерживаю электродвигатель с болгаркой все в порядке теперь собираю в обратной последовательности тут видимо и суть поломки наверно в том что возле этого контакта возле этого контакта есть видите место куда вставляется винт вот вот это направляющая видимо когда при очередной разборке закрывалась крышка закрывалась крышка то она придавила на вот этот провод он как раз тут если смотреть когда опускается может задеть этот провод придавила и отломала поэтому нужно его так аккуратненько отогнуть чтобы при вставлении сюда крышки снова не отломать провод видимо в этом была причина поломки ну на этом я заканчиваю как видим иногда и таким легким испугом можно обойтись немножко добавлю сюда смазки в этот раз я воспользуюсь смазкой фиол достаточно такая липковатая будет держаться на шестернях долго закрываю и отдаю клиенту подписывайтесь на канал ставьте свои комментарии лайки как вы как вам уже угодно на канале очень много и самоделок и изготовление инструмента ремонт бытовой техники думаю что вам будет интересно всего доброго спасибо